Несколько законопроектов Срок действия их продлевался, периодически он вновь предлагался и в очередной раз по поручению президента такая норма законодательно закрепляется. Тем самым те лица, кто хотел бы легализовать свои капиталы, свои активы во избежание каких-либо юридических негативных для себя последствий, такое право получат. Но риторический вопрос. Воспользуются ли те, кто сегодня имеет за рубежом и активы, и счета, и такая возможность, когда им будет предоставлено, воспользуются ли они этим правом? Ну, очевидно, что все этим правом не воспользуются, потому как есть, видимо, опасения, есть страх, есть нежелание. И наш призыв от имени фракции ЛДПР, пока такое право предоставляется, необходимо сделать все, чтобы капиталы вернулись в страну и работали на нашу российскую экономику. Мы видим, как самые богатые люди становятся и жертвами провокации, и жертвами спекуляций, и всячески испытывают на себя давление, исходя из того, какие активы за рубежом они имеют. Второй крайне важный вопрос, который сегодня Государственная Дума рассмотрит, это возможность посещать реанимацию близкими родственниками и другими полномочными лицами. Сегодня отдельное учреждение здравоохранения по-разному этот вопрос регулирует. Фракция ЛДПР этот законопроект поддержит. Мы считаем, что абсолютно правильно, когда будет существовать единый подход, когда появится нормативно-правовой акт, который будет регулировать процесс посещения и закончится так называемое ваканалие, и родственники будут уверены, что если человек находится в реанимации, то к своему родственнику можно будет туда зайти, соблюдая определенные нормы, определенные правила и определенные временные, соответственно, правила. Сегодня одни учреждения допускают, другие не допускают, одни учреждения кого-то допускают, кого-то не допускают. Вот с этим надо покончить и должны быть единые подходы ко всем. Тем более, что Государственная Дума недавно приняла закон, который ввел понятие «палеотивная помощь». И продолжение этого закона, я полагаю, что те поправки, которые Государственная Дума сегодня рассмотрит и, вероятнее всего, поддержит, очень гармонично будут дополнять все те нормы, которые были ранее приняты. Еще раз повторяю, фракция ЛДПР поддерживает закон о том, чтобы появился нормативно-правовой акт, и родственники, близкие, и уполномоченные лица имели возможность в установленном порядке посещать близких людей, которые находятся в реанимации. Третий момент, на который бы хотелось обратить внимание, это второе чтение закона о техосмотре. Фракция ЛДПР воздержится от голосования за этот законопроект. Мы не поддержали его в первом чтении. Наш вывод такой, опять идем не тем путем. С техосмотром и ранее была в Ахханале, когда органы ГИБДД занимались этим. Потом это все передали в частные руки, и мы видели, чем все это закончилось. Эти диагностические карты, которые можно приобрести, не показывая автомобиль никому, для того, чтобы оформить полис ОСАГО. Мы знаем, как отдельные организации, которые выдавали такие диагностические карты, не обладали необходимым оборудованием, но якобы они проводили эту диагностику. Если посмотреть на статистику и проанализировать, почему происходят аварии, то авария чаще всего происходит из-за того, что неисправна тормозная система, либо в неудовлетворительном состоянии находятся колеса. Если посмотреть, как проходит техосмотр, то состоянию колес уделяется крайне низкое внимание. Так, образно осмотрели, плюсик поставили и поехали дальше. Что касается проверки тормозной системы, то тоже к ней очень много вопросов. Мы считаем в ЛДПР, что можно пойти совершенно другим цивилизованным путем. Во-первых, в обязательном порядке только те организации, которые имеют лицензии, под жестким контролем проводить техосмотр всем тем транспортным средствам, кто занимается перевозкой пассажиров, грузоперевозками. Все транспортные средства, большегрузные, вне зависимости от того, кто собственник, частное лицо, юридическое лицо, должны такой техосмотр проходить. И все транспортные средства, которые старше, допустим, 12 лет. Если автомобиль находится на гарантии, если автомобиль постоянно проходит ТО у дилера, у него нет никакой необходимости еще проводить дополнительный техосмотр. Это лишняя трата времени, сил, энергии. То, что в втором чтении убирают необходимость видеосъемки этого процесса, то это опять, с одной стороны, понятно, почему это делают, но сохраняют обязательную фотофиксацию этого процесса. Ну, автомобили, которые будут иметь, водители, которые будут иметь желание получить талон техосмотра, будут приезжать, фотографироваться и по старой, уже наезженной и известной системе получать соответствующий подтверждающий документ о том, что автомобиль у них прошел техосмотр, в том числе и формально прошел такой техосмотр. Поэтому можно было вообще пойти другим путем, когда ту категорию транспортных средств, про которую я сказал, в обязательном порядке тестировать и жестко проверять, а остальные транспортные средства можно было бы, например, через финансовое стимулирование. В обязательном порядке оформляется водителем страхование автогражданской ответственности. Если у тебя есть диагностическая карта, соответственно, у тебя ОСАГО стоит, значит, одна стоимость ОСАГО. Если у тебя отсутствует диагностическая карта, но автомобиль моложе, там, 10 лет, например, и автомобиль не обслуживается у официального дилера, то в этом случае риски увеличиваются, соответственно, можно было бы увеличить стоимость ОСАГО для этой категории автомобилей, и только если не предоставлена диагностическая карта. В том случае, если автомобиль прошел и имеется диагностическая карта, в этом случае стоимость ОСАГО будет ниже. То есть через финансовое стимулирование водителей можно добиться того, чтобы проходили техосмотр. Но еще раз повторяю, если мы проверим статистику, то у нас получается, что по вине, из-за того, что не работает тормозная система, из-за того, что в некудушном виде содержатся колеса у автомобиля. И это не выявляется полноценно во время прохождения техосмотра. Поэтому мы считаем, что надо идти совершенно другим путем, а эти изменения частично коснутся, опять будут другие структуры заниматься, денежные потоки пойдут в другие структуры, но кардинально проблема решена не будет.